Вы говорили про Мединского, да, что он фальсифицировал, получается, историю пропаганда героизма военного, на коммуне получается войны на Украине. А есть какая-то аналогия, вот не проскальзывает, не просматривается ли... Я даже сам думал о Второй мировой войне, и вот сейчас. Очень четко, очень много аналогий просматривается, вот именно как раз с гитлеровской Германией. А Мединский, ну это прямо один в один Геббельс, которому было поручено и Министерство пропаганды, и вся культурная политика. И это же вот точно такое. Министерство Мединского. Да, то есть Мединский прямо вот копия. И некоторые высказывания, там, Володин, который говорил, есть Путин, есть Россия, нет Путин, нет России. Ну это прямо вот рефрен из нацистской пропаганды. Слушайте, а ведь есть пророческое высказывание Солоневича. Вот через, вернее, это к столетию, так называемой русской революции найдутся, вернее, это победит, это национальная революция, так называемая, да, русская. Они же будут говорить, значит, о столетии Великой Российской революции и скроют десятки миллионов жертв этой революции. И вот именно Мединский в 17-м году озвучил, он соединил, не, ну это действительно одна революция, которая там французская, английская, это же одна, да, но он назвал ее Великой Российской, да, вот. И скрыл, сколько, значит, те жертвы русского и коренных народов России. Я с Мединским один раз встретился в эфире телевидения на передаче, которая была посвящена монархии. И мы с ним и в кулуарах говорили, и он на камеру говорил. Он себя полностью идентифицировал с монархическим мировоззрением. И вот так переобулся, превратился в настоящего большевика уже вот сейчас, в последние годы. Это, конечно, удивительная трансформация, как и у Геббельса, это тоже была трансформация. Он, Геббельс, даже в ранние свои годы призывал к аресту Гитлера, вот, как, значит, буржуазного разложенца. Сознание для советского эфемера это неудивительно. Можно? Понимаете, вот я вас слушаю, у меня такое впечатление, что фоск большевизм как был, так и остался. Сейчас есть, понимаете, как были историки 20-30-х годов фальсификации, история дореволюционная, да? Сейчас, и сейчас то же самое идет. И, смотрите, к Мединскому закажут учебники, он же написал учебники, по которым учатся наши дети. И, получается, фальсификация она будет всегда. Правда, и никогда не будет. Нет, на уровне школы, то есть каждое время своя, так сказать, история, свое понимание. А вы правильно сказали, а основные-то вопросы, никто же никогда и не рассматривал. Как они были фальсифицированы, так они оставили. И будут, это все будет как с пудом. Как я вот упомянул, до конца времен некоторые вопросы, может быть, останутся нерасшифрованными и попытаться их расшифровать будет невозможно при сложившихся условиях. Может быть, вот эта волна лжи будет нарастать, пока либо не закончатся времена, либо не рухнет эта цивилизация. Потому что, ну, просто вот общее представление о том, что если человек лжет, там, сознательно или, там, подбирает всякие факты и так далее, если он лжет, у него вторая реальность возникает. Ему же надо как-то сопоставить вот то, что происходит вокруг него и его ложную реальность, вот этот эстип. Эстип, вот эти, синастетики, про которых я и говорил. Ему же надо постоянно иметь перед глазами две реальности. Ту, которую он видит глазами, и ту, которая у него в голове сидит. Но он же с ума сойдет от этих двух реальностей. То есть постепенно человек, который лжет, он постепенно сходит с ума. А если руководители государства, так, кстати, как и Гитлер постепенно сошел с ума, если лгут постоянно руководители государства, то они сходят с ума. И тогда происходит кризис или крах государственности. Если мы предполагаем, что истина никогда не будет установлена, значит, крах государственности, ну, вот он где-то совсем уже рядом. Да, вот знаете, был такой психиатр Кронпель, который эмигрировал из Германии в Россию. И здесь он, так сказать, с женой, он вообще основатель школы психиатрии немецкой. И он, кстати сказать, когда стали оставлять Москву, он покончил с собой, то есть он испугался. И вот он, сейчас издана книга интересная, он дал характеристику всех вождей Третьего рейда. И фактически они все, извините меня, шизофреники в какой-то степени. То есть там нет нормальных людей, как и правильно. Это, наверное, он, конечно, с перебором, потому что, во-первых, там полно было людей очень рациональных и профессиональных, которые просто считали, что они служат государству и все. Но если лидер ошибается, то это его дело, а мы должны исполнять его приказы. Это их была установка. Но многие из тех, кто был источником лжи, они, конечно, сходили с ума. Но, скажем, Розенберг, он с ума не сошел. Так вы за это и повесили. Он фактически, так сказать, больше всех говорил правду. По-моему, я даже в вашей книге истинно был. Ну, он пытался... Более христианина, вот именно еврейский вопрос. За это, кстати, его и повесили. Ну, да, его повесили, скорее всего, за еврейский вопрос. Хотя не дали ему вообще... Он хотел развернуть свою теорию на Ньюбергском процессе. Его просто оборвали и не дали ему ничего сказать. Ну, он достаточно написал, поэтому Богу больше ничего уже не говорит. А это, да. То есть не как врага, а за этой казнете. Можно говорить о том, что если люди говорят неправду, то они рано или поздно сходят с ума. Если у нас происходит то же самое, значит у нас нет просвета в этом мире. Пока мы не видим этого просвета, это не значит, что его не может быть. Он может быть. Ну, я понимаю, надежда умирает последняя. Но на сегодняшний день, получается... На сегодняшний день, по моему аналитическому мнению, мы стоим перед крахом не только Российской Федерации и исторической России, но и всей христианской цивилизации. Мы стоим либо перед концом времен, либо перед темными веками, за которыми будет какое-то возрождение уже других народов и другой цивилизационной формы. А это показывает свою недееспособность. Ну, они так и говорят, что если придет к нам правитель единого всего мира, то надо уничтожить христианство. Значит, сейчас основная задача уничтожить христианство в этом мире. Христианство и мусульманство. Скажу крамольную мыслью, в московской патриархии этому активнейшим образом помогает. Да, к сожалению. Утратив половину своих приходов на Украине, они продолжают упорствовать в своей прежней политике, хотя, ну, как бы, провал настолько огромный, что просто даже представить себе невозможно, чтобы половину приходов потерять и, как бы, с гуся вода, как говорится. И никакого-то результата, и готовность некого. А здесь же ересь цивилизанства, оправдания любого государства. Вот же, то есть, вспомните, когда только все начало, и когда все эти обстрелы, Кирилл Жюгер сначала признал эту перевороту, они начали долбить по русским Новороссии, и вот тогда он только схватился за голову и начал собирать на помощь Новороссии, а так до этого он просто вообще... То есть, это, ну, уже почти сто лет это происходит, конечно. С 27-го года эта декларация. Да, давайте какие-то уже последние вопросы, уже не суждения, а вопросы, потому что уже 8 часов. Все обрушит. Ну, да, правильно такая тактика и есть. По поводу национал-социализма, то-таки, то как-то у нас... Ну, успокойте, нам какой-нибудь, светлый лучик в этом теме. По поводу его практики. Нет, почему нет. То-таки, вот, то, что нам Иван Саваневин писал в своих трудах за 9 лет, и вот эта вот диктатура «Сволочь», где он сравнивал, с анамблатуру и коммунистическую, и национал-социалистическую, и сходные общие черты, а уж как он описывал практику социализма, что коммунистического, что национал-социалистического. То есть, это 20-е годы, вот как раз после НЭПа, просто сворачивание НЭПа. И очень похожая ситуация была как раз во время... Ну, все тоталитарии очень похожи. Несмотря на разницу в идеологии, они как-то вот очень сходны. Ну, все, собственно, вот это и есть комментарий, что очень важно видеть разницу не в идеологии, а в практике. Идеология может быть противоположной, но Гитлер со Сталином подписывает пакт, где делят Европу, делят территории совершенно бесстыдным образом, проводят там границы, сталинская роспись, там на всю карту с хвостом таким подписи огромный... Это все прячут, естественно, не признают, что есть оригиналы, Горбачев там копии публикует и так далее. А на самом деле, видите, практика зачастую противоречит идеологии, или точнее, идеология оправдывает практику, любую практику. Тоталитарная практика, она примерно одна и та же, что там, что там. Но самая, конечно, подлая вещь, это оправдывать одной подлостью другую. То есть, если не правы нацисты, значит, правы большевики. Нет, не правы ни те, ни другие. Русское мировозжение противоположно и тому, и другому. Не надо ни там, ни там искать какого-то спасения, каких-то фантастических идей, которые могут переломить ситуацию. Переломить ситуацию, мне кажется, не удастся в ближайшие годы, и Российскую Федерацию ждет катастрофа. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Вот это ответ на ваш вопрос. А где же светлое... Во-первых, христианину положено понимать, что до Второго пришествия малое стадо будет уменьшаться и уменьшаться. Ну, будет мало. И единственное, что действительно может быть, я поэтому и говорю, темные времена в истории известно такое событие, когда крах цивилизации, мекенской цивилизации произошел, а потом фантастическая античная цивилизация Греции и Рима, которая, собственно, является исходным пунктом всей вообще нашей цивилизации, европейской, христианской. Это вот тот самый толчок, который поднял, и потом... Собственно, мы христианами стали, потому что были древние греки, и были древние римляне. А, казалось бы, все пропало. То есть все рухнуло производство, никакой культуры. Там 3-4 века археологи вообще почти ничего не находят. То есть полнейшая катастрофа, поэтому назвали темные века, потом что-то начали там понемножку раскапать, что уж не совсем все исчезло, а кое-что еще там оставалось. Но тем не менее, то, что упадок был тяжелейший, сгорели все крупные города, можете себе представить. Трою они там сами разрушили, Микены, златообильные Микены, как у Гомеркиса. Тоже сожгли от нее. Сейчас можно посмотреть, но это же все было под землей, в 19 веке только раскопали. Шли мы что в Трои покопался, что в Микенах. Нашли все это, и теперь это уже признано наукой, все это уже известно и понятно, что была выдающаяся цивилизация, которая была до вот этих темных веков, перед античной цивилизацией. Вот так, может быть, так и получится. То есть Господь Бог посмотрел, посмотрел на все это. Ах, Содом и Гоморра, нате вам. А потом новая цивилизация на этом месте вырастает. Еще раз, как мы на это посмотрим? У тебя как движение называется? Великая Россия. Какая? Великая Россия. Великая. А ты нас к чему ведешь? Что, терпевшим до конца, будем терпеть до конца? А что значит терпеть? Ну, терпеть. Нет, дорогой. Россия будет, крах России. Крах России будет. Последние времена будут. Это не означает, что сопротивление злу должно... Что сопротивление злу должно прекратиться. Ну, вы все свое пытаетесь втолковать, меня не хотите слушать, да? Ну, это ваше дело, и вы уже не первый раз так высказываетесь. Да, не будет. Все, русский народ прекратил какое-либо сопротивление злу. Но это не означает, что вы, мы, там, я должны прекратить сопротивление злу. Вы готовы смириться со злом, что ли, я не понимаю? Нет, наоборот. Я говорю, что вы, мы не должны, а вы не слышите меня. Вы вот, сходность с тем типом, про который я говорил, вы не слышите. Реальность вокруг вас, а вы ее не воспринимаете, вы только из себя начинаете. Вы только из себя. А я знаю, а я знаю. Не труса праздновать, не смириться. Кто сказал, что смириться? Кто сказал, что смириться? Где вы этого слышали? Ну, человек наоборот не смиряется. То, что я эти книжки пишу, это что, соединяется со смирением, что ли? Давайте заканчиваем. Символика что обозначает? Заканчивается. Давайте вы... Что обозначает символика? Давайте вы перешли. Четверть девятого мы заканчиваем. Спасибо всем. Благодарю за вопросы. Спасибо. Розенберг, здесь есть практически полностью его большой колонбак. Продолжение следует... Продолжение следует...